что начнем запись что ж ребятки сегодня я очень долго думал что вы что такое интересное делать я недавно лазил на артстейш не нашел у одного художника замечательный материал который мы сегодня будем повторять это материал сиськи на самом деле шутка я просто увидел от материал что как я не додумался первым потому что всем известно настоящий художник любой настоящий художник должен уметь рисовать сиськи так что если вы художник по текстурам вы тоже можете это делать а youtube пропустил да это ж ну да это мужские сиси а мужские сиси можно так вот на самом деле это шутка вы можете конечно дома попробовать если у кого-то сегодня мы будем делать то что я очень ненавижу но на примере чего можно показать мы будем делать это сайфайные панели я недавно копался в работах которые игрушка вышла новая к космос сейчас ван кто светит нет на достиг там собирали деньги на ну да вот старт citizen я копался по работам художников и обнаружил что они используют декальки и тайловые текстуры сделанные собственно дизайн для всего 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 то есть никакого моделирования хоскультингом моделирования по минимуму и честно я вообще не шарю как работает сайфай если я работаю в стиле фэнтези я могу большая референсная база и могу от этого отталкиваться и по ситуации выкручивать сайфай понятия не имею как его работает принципе не играю сайфайные игры но думаю это будет полезно так что сегодня мы что-то сообразим в направлении сайфая вот такие штуки аналогичные есть на собственно шею единственное что у нас обычно занятие идет на запись где-то час и вряд ли за час мы что-то сможем сделать вот такого уровня проработки так что сегодня я вам очерчу общие принципы покажу с чего начать как делать как добавить эмиссии в канал и тому подобное а дальше вы уже будете совершенствовать это дома в леске италии создаем новый полик и пойдем пойдет да в начале что пустую создал в начале я вам немножечко расскажу о такой штуке как биту м я больше уделю и внимание в конце занятия но в начале расскажу она есть сапсис дизайне пункте материал фильтр one-click есть кое-как но да как битман вы его перетаскиваете сюда до правой кнопкой мышки view in 3d view и у вас это но да будет отображаться вот здесь вот материал так давайте возьмем какую-то текстуру в интернете но какую-то не тайловую текстуру рок текстуру это используется для фотограмметрии когда вы сделали какую-то фоточку опять понятное дело не тайные текстуры но вам нужно сделать его красивой тайловой и так чтобы у вас были все каналы не только цвет почему мы не можем использовать исключительно исходную текстуру а если вы обращаю внимание в старых играх часто использовали фото текстуры но эти фото текстуры очень корявенько выглядели по одной простой причине давайте подумайте в чем проблема этой текстуры почему у нее не можем использовать в игре предположение почему все текстуры плоские ну допустим делали мы ее тайловой но почему мы не используем плат не буду воспользоваться на этой текстуре есть одна штука которая нам очень мешает свет у нас есть микро освещение у нас есть микро тени и таблики и прочее 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 если у нас не поместим эту текстуру в темное помещение у нас то будет другое освещение если мы добавим еще какое-то освещение оно будет конфликтовать и соответственно нам мы-то можем на основе нее обесцветить генерать карту нормально и освещение будет воздействовать но она будет конфликтовать уже имеющимся здесь освещение так что основной момент который мы должны сделать это удалить освещение из этой текстуры и закину здесь я полазил немножечко здесь вроде не весь материал есть я перетягиваю сюда текстуру вы это пока не делаете и есть у вас конечно есть текстура можете повторить и создастся папка ресурсы не будет изображения берете его такие и перетаскиваете вот сюда единственное что это но то она очень жирная она очень требовательна и если делать в большом разрешении то у вас может тормозить я на слабой машине сегодня тыкал эту штуку именно в substance дизайнер устроен и компьютер даже подвис так все каналы здесь мы можем в каналах отключить ненужные нам к примеру металла здесь нет glossness specular уберем и здесь добавим когда этого делали и здесь добавим когда этого делали видите у нас сгенерировала некоторые выводы но это еще не все освещение данном месте у нас присутствует я сделаю так чтобы мы могли видеть тайлов сцена материал деполт эдит здесь я несколько тайлов выставлю вот так вот допустим вот видите у нас тайлов здесь присутствует если горизонтальная тайлово да тоже видно хорошенько вертикально еще лучше вот этот шок нам нужно убрать как в биту ими у нас есть такая штука как создание тайловой текстуры из металла здесь насколько я понял этого счастья не нашел но я нашел другой выход выход у нас есть так он спорн сейчас поищем вот здесь кажется так smart out ну ну к примеру этот вариант он не самый хороший он дает недостаточно хорошие результаты но все равно с ним можно работать да искала да искала здесь мы уже можем настраивать обрезание и тягивать Проводим сложенные переходы. Как-то оно не так работает, очень слабо убирает, но суть такая, можно разобраться, настроить через ноды, сделать тайловую текстуру, дальше тайловую текстуру перекинуть сюда и здесь поднастраивать каналы, карту нормалей, которая должна получаться, шероховатость, ао и так далее. И более подробно, как оно правильно работает, я вам покажу уже в B2M, но здесь можно добиться какого-то результата, если вам вдруг нужно. Также еще один нюанс, если у вас присутствуют элементы металла на текстуре, вам желательно изначально подготовить карту металла. То есть закидывать в Photoshop, обрисовать белым цветом металлические объекты и черным остальное. Чтобы перекинуть, здесь есть вот два входа, Bitmap Diffuse и Metallic. Есть также альтернативный вариант в B2M, это вариант, который вам позволит сделать следующее, он вам позволит по цвету выбрать металл. К примеру, если металл у вас каким-то цветом, отдельным отображен на текстуре, и его можно пипеточкой выбрать, и тогда у вас создастся карта металла, но это не всегда хорошо работает. В данном случае мы с тайловостью не смогли нормально победить. Тайловость здесь, возможно, здесь есть какие-то ноты, честно, я никогда этим не занимался, а все, что я делал, я генерировал тайловые текстуры. Но если изначально у вас есть тайловая текстура, она со светом, вы можете таким образом ее подготовить. Это короткая вводная. Сейчас же мы будем заниматься материалом сайфайным. Так, как до этого, закидывали цвета, разве что нам здесь металлик понадобится, да, колор, и металлик добавим. Ну, так, все замечательно. Теперь с этим можно работать. Первым делом желательно что-то набросать на листочки, чтобы понять, как это у нас будет выглядеть. Нужно набросать на листочки, как у нас будет выглядеть панель. Тогда вы сможете добиться более хорошего результата, либо если вы хорошо понимаете сайфай стилистики, то вы можете что-то симпровизировать. Я сегодня буду импровизировать, хоть я в этом и не особо разбираюсь, но что-то у нас точно получится. Давайте посмотрим. Я вам сейчас хочу описать принцип, как мы можем комбинировать разные объекты, задавая им форму. Да, я, наверное, не знаю, что мы сделаем. Для начала мы добавим ноду shape. Используем здесь shape. И здесь у нас, пожалуй, то, что нужно. Выберем... Наверное, вот этот. Это у нас была возможность. Наверное, используем стандартный градиент. И теперь с помощью transform2d зададим ему позицию где-то слева вот так. Но у нас он сначала создается тайловый. Для того, чтобы убрать тайловость, потому что сейчас, наверное, будем не тайловый объект делать, нам нужно в тайл-инод, в transform2d ноде, вот здесь нажать на вторую кнопочку справа и выбрать пункт absolute и выбрать no-tali. Сразу мы создаем ноду mirror-grayscale. И у нас получается отраженная по горизонтали нода. В результате мы можем два раза клацнуть на это, клацнуть раз на это. И здесь уже настраивать, как оно будет выглядеть. Следующее, что я сделаю, это я добавлю вогнутый градиент. Добавляем градиент линейный 2. Градиент лайна 2. И даем ему поворот на 90 градусов. Сейчас у нас здесь есть инверт. Докидываем invert-grayscale. Наверное, даже не invert-grayscale, а levels. Потому что все равно нам не понадобится. И уже здесь внутри инвертируем. Инвертировать, напоминаю, вот таким вот образом. В верхней строке мы меняем местами левый и правый триггер. Потом уже можем настраивать переход. И черный сделаем вот таким вот серым. Хорошо. Получаем вот такой радиальный градиент. Радиальный градиент. Зачем нам радиальный? Возможно, в shape или есть там какие-то градиенты. Там обычная градиентность. Можно увеличить ноду. Она будет выходить за пределы. И, по сути, получится радиальный. Как вариант. Следующее, что мы делаем, это также копируем... Не копируем transform2d. Мы делаем еще transform2d для этой ноды с градиентом. И, зажав control, ширину ноды убираем. Теперь добавляем blend. И поверх ноды размещаем вот это с функцией... Так, maxLightning, maxLightning. Здесь мы тоже тайловость убираем. Absolute, noTiling. Вот. MaxLightning есть. Добавили. Тайловость. Хорошо. Теперь отображаем вот эту ноду. А здесь, зажав control, ширину меняем таким образом, чтобы она стыковалась с имеющейся у нас нодой. Наверное, немножко изменим градиент. И белый немного понизил. Да. Теперь передадим это в хай. Лей. Сцена. Эти. Сцена. Эти. 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 Тайловой. и скейл побольше здесь выберем здесь у нас кажется стоит параллакс окружен нам нужно выбрать дисселяцию и сразу передадим в ambient окклюзн а у выход в настройках материала фактор дисселяции увеличиваю и получим такой основной шейт пойдет теперь нам нужно наверное на боковые панели добавить отверстие и кнопочки для этого мы используем тайловый генератор просто тайловый генератор а ищем шейк у нас будет то что нужно наверное да здесь мы добьемся лучшего результата так я использовал полигон сделал ему три стороны пункте сайт и эксплод поставил где-то 007 плюс добавил градиент с инвертированным значением немного уменьшил скейл можете большее количество сторон стать у меня получилась такая ручка может сделать какую-то фигуру которая вам интересна так сразу добавляю миссии в канал любые каналы добавляются также как ими это мы сделали следующее мы добавляем эти объекты наверное сделаем их металлом в тайл генератор передаем сюда информацию по ширине оттеней так паттерн имидж импут нужно настроить скейлер дальше дальше и instance x меняем где-то на точка 9 потому что у нас 10 к 1 и создаем такую текстуру также делаем и через макс лайком добавляем только здесь нам нужно это сдвинуть сдвигаем этому пункте глобал минус 0 42 получается у нас по центру такие вот штуки сейчас увеличить слишком мелко наверное уменьшить количество пусть будет 6 здесь мы на глаз поставим где-то 0 82 придет теперь мы также этой ноде делаем миром грейске у нас получается эти элементы с двух сторон так наверное следующим действием что мы сделаем это мы invert грейс кейл а здесь мы наоборот добавим макс дарками чтобы они были вдавлены да мне кажется так лучше будет на деформации на ноте не обращайте внимание это из-за низкой тесселяции чтобы лучше выглядело нужно выбирать лаэрс поэтому слегка просадить ресурс так что я выберу что то другое нам так видно и заставим эти штуки светится на на полигон увеличить так же пусть будет 3 допустим побольше вот так будет и теперь сделаем так что у нас внутри будут светиться не нужно тайловый сделать на всей поверхности данном случае только определенная линия у нас какие-то либо лампочки либо вентиляционные отверстия ну там на видео посмотришь повторишь для того чтобы нам нормально добавить свечение для этих штук мы начнем работать на над эмиссию ноды и здесь закинем сначала color и через blend смешаем цвет по используя эту штуку как маску в не инвертированном варианте в opacity передаем а здесь черный цвет меняем на какой-то бирюсовый и передаем в эмиссию теперь у нас эти штуки светятся здесь можно эмиссию интенсити увеличить ставлю на 20 пусть будет у нас получились лампочки следующее что мы сделаем это мы добавим вертикальные и горизонтальные линии для разделение объекта на подпанели будем работать с промежуточными вариантами вот с этим элементом непосредственно для этого я добавлю градиент градиент 3 также поверну его на 90 градусов и закину в transform 2d ноды уберу таллинг и уменьшу до совсем тонкой полосочки наверное ставлю только вертикальный таллинг в случае если по оси y куда-то сдвинется также эту штуку инверт грейскейл добавлю продублируем это счастье здесь сразу докину мир грейскейл и у нас получится отображенный по горизонтали теперь возьму поверну на 90 градусов горизонтальный таллинг у этой штуки я сказал у этой штуки только это ноутали горизонт а ну ладно а здесь правильно работает вертикал 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 а мы наверное саму ноду повернем на 90 градусов и теперь мы этой штуки сделаем ее потоньше и с помощью тайл с генератором сделаем с определенным шагом несколько вариантов теперь мы по иксу убираем по иклипу оставляем пусть будет восемь много шести и вот крыски и и при наложении выберем параметр паталл калор от м 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 вот так сделаем, еще раз попробуем, Max, хочет она у нас здесь нормально накладываться, в таком случае поступим умнее и просто сгенерируем эту штуку. Я продублирую градиент, поверну его на 0 градусов, чтобы было как нужно, а уже здесь настроить то, что надо, 6 объектов, высота, скейл увеличу, чтобы здесь края были, кажется, смазаны или там на проектор так передает, делаю их потоньше и у нас получилось 6 вот таких вот тайлов, 6 элементов. Теперь также invert grayscale и объединяем с этой штукой, blend. Накладываем через Max Darken и нам нужна по сути вот эта центральная часть. Для этого мы используем blend на градиент, который делали для центральной части. и докидываем вот эту штуку через Max Darken. Вот так у нас получилось. Сделали повторяющийся панель. Теперь объект чем-то даже похож на сервер. Не скучаем, можем заварить себе чай. Я все равно долго этому времени уделять не буду. Принцип объясню и перейдем в B2M. Потому что мне само это мучение. Лучше какие-то камешки слепить, листочков добавить. Но ничего, это будет дальше. Там будет время для творчества. Для тех, кому я еще не говорил, мы следующие два завершающих занятия будем делать один материал. То есть первое занятие. Первую часть. Не только почву. У нас будет почва, камешки, трава, палочки, вода. Все, что можно запихнуть на лесную какую-то поверхность, мы запихнем. Серьезно. Сделаем многослойный с кучей переменных параметров, где мы можем это динамически менять. Осталось разобраться, как палочки добавлять. Шучу. Ладно. И я покажу некоторые функции, которые добавили в последней версии Substance Designer. Они очень крутые. Я как-то смотрел обзор на эти функции от алгоритмиков. Да ладно. Они это сделали. Вот молодцы. Давно бы. Вернемся. Теперь добавим на боковые панели какие-то гексы. Здесь вроде была где-то Polygon 2. Сайт 6 пайдет. Сайт 6. и теперь также делаем тайл генератор не факт что получится идеально ровно потому что когда я делал из шестигранников идеальную поверхность нам пришлось немножечко подзамучиться здесь нужно смещение задать да и скейл увеличу ну вот проблема в том что здесь ширина меньше чем высота получается по высоте должно быть чуть больше 11 и теперь по высоте немножечко уверить увеличу ну вот такая штука замечательно сделали поверхность из яйцов и теперь боковые штуки их добавляем blend здесь мы сделаем пусть будет выдавлено макс лайк макс лайк здесь увеличим количество объектов наверное до 30 и 36 в идеале штуку нужно не просто по маске добавлять вот по такой маске где мы сводим градиент на нет добавляя только черный и белый вот теперь правильно наверное слегка ранее на добавили ну да ладно идеально проработать не будем допустим они над поверхностью светятся и здесь добавим еще какие-то элементы но и и и и и normal но что там у кого получается это хорошо когда есть кое-что такое штуку сделали теперь нам надо добавить металлических элементов я наверное сделаем боковые элементы металлические наверное добавим какой-то символ сделаем его металл выдавливаем на поверхности через blend через transform 2d без стайловости мы вот так идеально делать не будем и инвертируем теперь добавим как миндарк сверху трансформе ctrl shift перемещаем размер этой штуки вот использовав levels перекидываем ее в карту металла допустим здесь вот и и в и и и и и и Допустим, будет у нас такая металлическая штука. И мы еще добавим это освещение. И мы добавим это освещение. Будет у нас вот такой вот куб металла. Ну ладно, не будем особо заморачиваться. В результате получилась вот такая вот штука. Да. Вы можете, используя разные ноды, перемещая их с помощью Transform 2D, накладывать на объект. Это работает, когда вы делаете не тайловую текстуру. В принципе, если вы сохраняете тайловость, она там тоже сохраняется. Но в основном, когда генерируют атомарный объект, к примеру, у вас будет... Помните, я вам показывал в самом начале текстуру? Там, где рыба разбросана, вокруг кровь. Вот там, где рыба, она делалась по такому же принципу. То есть делались формы определенные с их помощью из заданного примитива, деформированного. Вырезались кусочки, вырезались под объекты. Задавалась форма, после чего с помощью фильтров, модификаторов добавлялся этому объекту объем, градиент, накладывался сверху чешуя, детали. И потом уже этот объект передавался как для генератора рандомных объектов, размещенных. Этот объект уже передавался непосредственно как под объект, как примитив. По такому принципу используя transform2dayblend мы можем создавать не тайловые объекты, которые будем использовать впоследствии. В общем, принцип такой. Если заранее поискать референсы и набросать какой-то скетч, то можно сделать довольно неплохую работу и потом уже закидывать ее как тайловую текстуру на какую-то поверхность и, по сути, у вас уже получится sci-fi поверхность. Ферштейн? Ну, а теперь мы займемся слегка B2M. Bitmap to material. Да. Я сегодня... Времени остается еще достаточно. Я вам сегодня покажу на двух материалах, как добиться хорошего результата в B2M. Внимание на экран. Продолжите дома. Если захотите, сделайте что-то вменяемое, потому что это домашнее задание я даже проверять не буду. Было бы интересно посмотреть, что у вас получится. Действительно интересно. Но... Нет, не интересно. Да. Погнали. Теперь по-интересному. B2M. Только вы откроете, у вас появится такое окно. Появится. Где будет где написано? Drop a bitmap here. Here. И мы берем и перетягиваем вот сюда. В поле. Load in mine input quick. Кликаем. У нас получается mine input. Теперь здесь мы можем менять. Здесь очень неудобный просмотрщик. Мы здесь выбираем размер. Меру fit. И оно нужного размера. Можем выбрать 200. Вот. И просто пролистывать. Я не ношу как здесь. Меняю динамический зон. Ну что. По аналогиям с другими программами, программами компании Algorithmic, оно не работает. Ну нам этого хватит. Так. Сразу добавим. Тайлинг. Глобал. Надо его найти. А. По аналогии с сапплодизайнером. Materials. Default. Edit. И здесь уже выбираем. Тайлинг. Чуть побольше. Ну к примеру. Такой. Чтоб мы могли видеть. как работает тайловость. Которую мы создаем. Замечательно. Это новое. Теперь. Закрываем. И. Закрываем. И. Добав. Теперь. Начинаем. Убирать. Освещение. Я сразу сделаю. 1024 на 1024. Так будет лучше. И. Начну. Убирать. Освещение. Делается. Это. В. Глобал. Здесь. Два. Варианта. Смотрите. Здесь. Два. Варианта. Которые. Нам. Позволят. Убрать. Цвет. Первое. Это. Отталкивается. На. Освещенности. Если. Мы. Ползунок. Двигаем. У нас. Убирается. Свет. Да. То есть. Он. Усредняется. Слоу. Позволяет. Нам. Выбрать. Угол. Освещение. Верну. Где-то. Такой. Вот. Не такой. Нежелательно. Его. Одобрать. Этот. Он. Здесь. Он. Мы. Здесь. Мы. Тогда. Задаем. Сдвиг. Света. То есть. Мы. Мы указываем, где у нас параметры Light Equalizer. Параметры Light Equalizer. Лучше здесь смотреть. Вот, и также можем сделать сразу и по в этом пункте. В общем, мы смешиваем по углам и делая их более прозрачными. Сглаживаем переходы. Кстати, здесь видно то, о чем я вам рассказывал в самом начале. Здесь у нас есть большая трещина. И за счет этой большой трещины у нас очень заметно таялась. Если бы ее не было, было бы куда проще, если бы не было такого выраженного пятна с переходом цвета. Можно поклацать разные варианты. И настроить стайл так, как нам нравится. В результате текстура станет абсолютно бесшовной. Сейчас еще поиграемся в бейс. Убираем свет. Не факт, что мы сможем подобрать нормальный угол. Просто эквалайзер. Если что, вернемся. Мне кажется, это нельзя. Эми антоклюжима у нас такой эффект. Теперь переходим в пункт рельеф. Здесь мы можем интенсивность карты нормалей настраивать. Вроде нормальная получилась. И мелкие параметры. Мы можем выбирать тип карты нормалей, которые у нас будет использоваться. То есть некоторые движки работают с TRX-карты нормалей, некоторые с OpenGL. Но там вся разница. Это у нас инвертируется один из каналов. Вот и все. Кажется... Green. Да. Рельеф. Пинч. Это обработчик. Даже не знаю, как пинч. Правильно перевести. Каким-то образом сглаживает. И радиус. Обычно вставляю радиус поменьше. Пинч побольше. Вот такой вот результат. Теперь возвращаемся к Diffuse Base Color. Здесь мы можем освещенность менять. Делать более темным материал. Берем эту же основную талонсть. Вот так лучше. И здесь мы теперь настраиваем разные параметры цвета. Освещенность можем изменить оттенок цвета. Это мы особо трогать не будем. Яркость. Контраст. Контраст цветов. Нормально. Пусть будет вот так. И теперь можем еще настроить Ambient Occlusion, который передается в карту Diffuse. Если нам это нужно. Мы убираем Ambient Occlusion. То есть мы на основе нашей текстуры. На основе карты нормальной карты VSO. Генерируем Ambient Occlusion. И можем удалять его же из полученной текстуры. Если вы обратите внимание на текстуру, которая у нас получилась. То в ней почти отсутствует свет и тень. Мы получили чистый цвет. Который даже был бы без направленных источников освещения. Из-за этого он смотрится немножко дико. Можно так же все поправить параметры. Если вам не нравится, все добавляется. Все отобирается. Все отобирается. Будет так. Доклюжен радиус настраиваем. В результате у нас получился чистый цвет. Raphness. Переходим в пункт Raphness. Как-то, в общем, странно оно у нас нумерировало. Камень у нас, наверное, более блестяще. Вот он там. Менееем кривую. И делаем более мягкие переходы шероховатости. Так же можем выбирать из цвета. Металлик у нас отсутствует. Ambient Occlusion. Ambient Occlusion в принципе хороший. Но я вот сегодня с этим контрастом. И делаем. Камень. И уже летом. Твое. И еще немного. Твой, 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 твой. Пойдет. Также можно добавить какую-то грязь на эту текстуру. Но этого делать не будем. И настраиваем параметры вывода. Кстати, я сталкивался с тем, что здесь карта высоты не всегда правильно работает. Не всегда правильно генерируется. Сейчас посмотрим на каком материале. Большая единица. Накинули на цилиндр. И у нас получился по сути материал, который мы можем закидывать в игру. Внимание! Вы поклацали все параметры? А, ну да, конечно. Пройдусь еще раз по картам. Здесь в Base Color мы убрали освещение и тень. Так что у нас получился чистый цвет. Что-то нам надо. Получили карту Rappi. Не особо хорошую. Витали. Получили Normal Map. Наверное, одно из самых важных. И карту высоты. С Ambient Occlusion. В результате мы получили PBR материал. Дальше его уже можно поднастроить в фотошопе ручками. И спокойно использовать материал в каком-то движке. Вот так вот. Вот такая программулинка. Так что, если у вас есть хорошая камера, вы можете фоткать всевозможные поверхности и генерировать материал. Да. На самом деле, процесс фотограмметрии это очень сложный процесс. У меня даже как-то был на конференции, где обсуждали, как грамотно убрать освещение с поверхности. Там кто-то даже с разных ракурсов в студии фотографировал поверхность, чтобы запечатлеть, под каким углом падает. Причем в камере находился еще зеркальный шар, который полностью отражал окружение. Чтобы можно было захватить источники освещения из него. И тогда, настроив источники освещения по нему, из нескольких изображений, комбинируя их, убирался свет и тень, чтобы нормально все очистить. Вот таким вот сложным образом делается это профессионально, но такого результата нам для игры вполне хватит. Эта программа хороша как минимум тем, что позволяет нам создавать тайловую текстуру и генерировать из нее нормально. А там мы уже справимся. Кстати, в фотошопе тоже есть несколько способов, которые позволяют убирать освещение с текстуры. Если вы поищите это на ютубе, то вы найдете информацию, так что кому проще, тут можно даже это в фотошопе делать. Плюс у нас некоторые флагины от фотошопа, которые позволяют нам создавать тайловые объекты по таким же алгоритмам. Принцип вот такой. Вопросики? Да. Хорошо. Никаких вопросов. Ну так неинтересно. Ну а потом можем нажать Export as Bitmap и сохранить эти текстуры в изображении. А потом где-то используем. А давайте-ка мы к хладезинеру это хорошо. Так. Let's go Finder наверное закинем куда-то в Unreal Engine и посмотрим, что у нас получится. Export. Все хорошо. В таком случае можно вопросы по дизайнеру я пока заключил на них отвечу. Да? Я вижу. Ну, тебе нужно добавить карту эмиссию и потом наложить поверх если у тебя унести стильного объекта кто-то добавлял эту окружность то передать эту окружность как маску белый цвет и через blend наложить цвет на нее как я показывал. И тогда если ты передашь это в карту эмиссии она будет светиться. Также есть здесь возможность такая нода как blend. Ты, к примеру создаешь эту ноду у тебя я недавно делал такую штуку я не знал точно какую мне цветовую гамму для шлакоблочной кладки такой даже из песчаника сделанной кладки для замка какой цветовой вариант мне использовать я сделал три и все три мне понравились закидывая создав ноут blend можешь указать количество входных каналов закидываешь туда каналы а потом переносишь этот параметр в переменную либо же если только внутри дизайнера это будешь делать ты можешь переключаться между ними ну если ты какие-то варианты хочешь переключать то есть это добавляет вариативность немножечко не то в плане ответа здесь исключительно наложение объектов поверх других объектов то есть ноды у тебя непосредственно являются слоями и ты их между собой смешиваешь все разных цветах ну бейс колор все то же самое передает то есть бейс колор ты используешь некоторые из элементов которые ты сюда накидываешь да то есть при вытягиваешь процессы где ты их объединял между собой после чего накладываешь цвет после да получается у тебя это залитое цветом дальше ты накладываешь также через blend другое залитое другим цветом и таким образом комбинируешь можно использовать тот же объект как маска куда она накладывается и все у тебя получается так любая карта есть один нюанс я долго с ним боролся мне было неприятно добавлять огромное количество нот для создания абсолютно простейшего действия то есть то что я могу сделать в фотошопе два клика здесь мне приходилось с десяток нот вот так закидывать туда и я просто понимаю сколько будет машина думать когда это просчитывает насколько это грязно все таки хочется как-то элегантно сделать какое-то элегантное решение найти но не всегда оно есть иногда нужно грязно накидать объединить это между собой и получится хороший результат так что как можно больше нот вот туда вот все закидывай и у тебя что-то получится нет можно их изначально подготовить фотошопе и как я показывал закидывать изображение будет кушать их я советую пнг закидывать почему нет я все сохраняю в пнг у меня такая привычка ну ну там чем угодно да соответственно я изначально говорил что считается высшим уровнем когда мы можем взять и все сгенерировать в собственном дизайне вот абсолютно все да это круто в общем что возвращаясь еще не говорю считается особо крутым крутым уровнем мастерства когда можно все сделать абсолютно все сделать с дизайнером каждый объект но никто не мешает использовать в процессе фотошоп я же говорил если он сэкономит несколько часов своего времени пожалуйста используй это такое дело ваш результат а не то как мы это делали можно конечно взять соскульптить что-то в блендере а он не создан для скульптинга можно сказать да парень ты молодец ты это сделал давай тебе руку пожму но больше не буду жать бесспорно там очень много функционала я вообще он стоит в стороне этот блендер я никогда не запускаю но я им тихо восхищаюсь да это крутая штука но не стоит забывать то что мы можем сделать в плане скульптинга в блендере за час в зи браш мы можем это сделать за 20 минут и быстрее причем с браш он заточен под все-таки под скульптинга там есть куча функций которых все-таки в блендере нет там есть куча кистей прочего альфа конечно не буду говорить можно запихнуть куда угодно но все же кисти они очень много уникальных кистей все браш так что все-таки использовать нужно использовать софт по его назначению а для чего он изначально использовался текстур я слышал что мода неплохо подходит для ретопологии там есть возможности заретофалировал один кусочек а потом взял такой грубо говоря control c control v по классу по аналогичному неополно Ну да. Ну вот так мы взяли, накидали полученный материал. Вот так мы можем спокойно быстренько сделаны материалы из картинки в интернете использовать в проекте. Вот я закинул сюда, закинул материал, конечно, я мог настроить карту высоты, чтобы она киселяцию включала и так далее. Но они сейчас не это делают. Да. В общем, крутая программка. Я ее, конечно, не использую B2M, потому что я предпочитаю все-таки ручками делать. Да и хорошей камеры у меня нет. Если была хорошая камера, конечно, возможно, другой. Другая была бы ситуация, но все-таки. Вот так вот у нас получилось. И нормальные исполняками. Ну, собственно, это, наверное, мы будем завершать. Спасибо. Спасибо.